Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в экономике здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема «Лукашенковские сказки в экономике на 2023 год». Пописал Лукашенко указ о том, какие должны быть параметры экономического развития на 2023 год. Они, конечно же, являются частью разряда сказки белорусской номенклатуры. Одновременно обсудим эти цифры в контексте того, что сказал по поводу белорусской экономики ЕАБР, то есть орган Евразийского экономического сообщества. Сравним эти темы и, скажем, оценим, кто из них ближе к истине. Итак, «Лукашенковские сказки-23» звучат так. Экономика вырастет на 3,8% ВВП. Инвестиции увеличатся почти более чем на 22%. Средний годовой курс будет всего лишь 2,75 рублей за доллар. Инфляция будет 8%. И, конечно же, экспорт товаров и услуг достигнет уровня 47 миллиардов долларов, потому что состоится диверсификация. Беларусь сможет отказаться от рынка Европейского Союза, рынка Украины и успешно перевести все торговые товары на новые рынки, включая страны Африки, Азии, России. Вот такая сказка, друзья. Можно ли в нее поверить, если мы знаем, какое состояние экономики сегодня, и, собственно, есть ли ресурсы для ее вот такого вот сказочного быстрого развития. Итак, сегодня мы имеем экономику, которая даже по официальным данным развивается со скоростью минус 4,5-5%. То есть она падает, сокращается. Мы в рецессии, да? Откуда вдруг возьмутся ресурсы для того, чтобы она так вот быстрым коньком-горбунком взметнулась вверх на 3,8%, что, конечно же, выше среднемировых темпов на 2023 год. Причем в эту цифру не верят Ябр. Те ребята, эксперты, которые сидят в Москве, внимательно анализируют, сравнивают экономики евразийского экономического сообщества. Они говорят, в 2023 году белорусская экономика будет расти всего лишь на 0,3%. Сравните 3,8 и 0,3, и вы получите разницу в минус 3,5% пункта. То есть Ябр говорит, что будет стагнация, а белорусские власти, сказочник Лукашенко говорит, что будет достаточно высокий экономический рост. Кому верить? Я думаю, что реальность и даже от Ябра является очень-очень оптимистичной, потому что для того, чтобы был даже 0, необходимо, чтобы появились какие-то новые источники, новые ресурсы. А за счет чего планирует Лукашенко поднять экономику до 3,8%. Смотрим мы, и если бы, например, я не знал, что эти цифры за 2023 год, я бы подумал, что это цифры 1995 или 1996 годов, потому что там точно так же сказано. Основным источником роста будет, внимание, строительство, инвестиции. У нас в этом году инвестиции упали почти на 20%. Они падают, по-моему, уже 3 года подряд, и вдруг откуда ни возьмись, страна под санкциями, страна со-агрессор, страна, в которой бежит бизнес, стране, в которой Лукашенко приказал национализировать каждого иностранного инвестора, который не будет ходить по струнке, откуда-то появится плюс 22% инвестиций. Откуда? С какого рожна? С какого кармана? Причем заметьте, куда пойдут эти инвестиции? Они пойдут на строительство, внимание, жилья. Надо будет построить 4,5-4,7 миллионов метров квадратных жилья. Друзья, а кто купит? За счет чьих карманов этот банкет? Понимаете, мы вспоминаем 96-й год, когда Лукашенко говорил о том, что три единая задача первой пятилетки – это сельхозпроизводство, сельскохозяйство, строительство и жилье, то есть, да, и третий экспорт. И вот, пожалуйста, три составляющие. 96-й год, 2023-й. Ничего в ментальной, научной парадигме Лукашенко не поменялось. Как был колхоз, так и остался. Добавилось военного коммунизма, добавилось размузданности. И Лукашенко ничего не изобретает. Вопрос – можно ли этой чуши верить? Можно ли всему тому верить, что говорит правительство? И откуда они возьмут деньги? Первый источник – напечатают. Второй источник – попросят у России. И третий источник – возьмут больше налогов с котов, собак, с людей, с предпринимателей, с агроусадеб, и с других людей, которые, по мнению белорусских властей, будут, жируют. Например, а что не обложить дополнительным налогом связи? Люди все в Беларуси пользуются интернетом? Вот, пожалуйста, на ног на интернет. Google обложили. Почему не обложить налог? Налогом, например, интернет с каждого, например, каждый рубль в день. Вот и все. Вот, пожалуйста, умножить на 9 миллионов белорусов, или 6 миллионов взрослых человек, и получается достаточно приличная сумма для того, чтобы прокормить какой-нибудь батальон или полк ОМОНа, который будет следить за порядком и следить за тем, чтобы не появились ненужные мысли в ненужных местах в Беларуси. Но о чем говорят утвержденные параметры экономического развития на 2023 год? Первое. Лукашенко раз и навсегда оторвался от действительности. Его дурят, он дурит. И это вот вся статистическая ересь не имеет ничего общего ни с наукой, ни с реальным положением вещей, потому что ему нарисуют любые цифры, которые он захочет. Совершенно очевидно. Да, можно будет там говорить о погрешности 10, 20, 50 процентов, но то, что реальная статистика не соответствует действительности, совершенно очевидно. Как можно одну и ту же экономику, которая, в общем-то, смотрят и ЕАЭС, и Международная организация, и Лукашенко оценить вот так радикально по-разному. Понятное дело, что здесь бремя доказательства лежит на Лукашенко, а не на том же Ябре или на МВФ Всемирном банке, которая прогнозирует рецессию в 2023 году. Так что, друзья, будет больше лжи, больше будет очковтирательства, больше будет маниловщины, а экономика будет сама по себе. Предпринимателям нужно надеяться сами на себе, людям нужно готовить заначки на черный день, потому что черный день уже такой же достаточно серый и чернеет на глазах, и шансов на то, что в 2023 году будет какой-то прорыв на 3,8%, ну просто нет. Разве вы верите в сказки, верите в увещевание Лукашенко, и за 30 лет так и не убедили себя, что врать – это является вторая натура белорусской власти. Врать, обманывать, очковтирать. Если вы хотите правды, если вы хотите понимать, что происходит, посмотрите, что происходит с ценами, что происходит с доходами, что происходит с инвестициями, и тогда пелена спасет с ваших глаз. Друзья, спасибо большое за внимание к экономике здравосмысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь, слава Украине!